У бабы какой-то стрекся, и что? У нее рука тяжелая. Потом, сколько, месяца три у меня росли плох волосы. Плохо волосы росли. Он ловко жалуется, что весь оброс уже, смотри. Этим моешься. Ну, скоро тебя пойдем, подстрижем. И все. Перейду отпуском. А сейчас, кстати, хотим сходить в торговый центр, прогуляться. Плюс я хочу посмотреть, какие-нибудь копчики. А то у меня еще одни и те же, одни и те же, девочки. Хочу посмотреть, может, что-нибудь себе новенькое приобрету. Вот, поэтому сейчас едем в торговый центр неба. Хочу там посмотреть что-нибудь. Походить, пошарахаться, померить. В общем. Если не будет эвакуации. Очень надеюсь, да. Не будет эвакуации. Все свое буду носить с собой. В общем, едем сегодня на шопинг. У нас сегодня вроде все таяло, таяло, таяло. А сейчас опять все подморозил. Минус вызывает такси. Давай, поехали. Или сейчас вот на тебя вот так сяду и поедем. А, мы поедем, мы помчимся. Че, олень? Навал, олень. Возьми меня, олень, свою страну оленью. Тара-та-та-ра-та. Ты олень, свою страну оленью. Тара-та-та. Умчи меня. Умчи меня, к тебе личной олень. Ну ты олень, уже он в три. О, а ты не думал, что я тебе рога сделаю? Большие красивые. Ты олень. Такие ветвистые. Ветвистые себе. Очень пойдут. Делай. Да-да-да. Здесь вот у них как сломалось, так и все. Не отремонтирует никак. Тосковатый. Прямо, как будто его, не знаю, прям ломали, что ли. Жесть. Надеюсь, сегодня будет никаких этих эвакуаций. Походить, посмотреть. Здесь есть, кстати, аналог LC Вакики, я хотела туда сходить. О, уже очечки подают. А тоже вместе, где перчатки. Смотрите, у нас здесь происходит какой-то концерт. Старик, а два играют сюда. Народ собрался. Обалдеть. А вы говорите, он не получился персонал. Старик, игроков. Это, походу, кто-то играет. Нужно бросать, друзья. А, походу, кто-то играет. Джессики. Обалдеть, сколько народу. Все геймеры собрались, походу. Видите, сколько геймеров. Смотрите, смотрите, написано, Зарина. Скоро открытие. Не Зара, походу, а Зарина. Обалдеть, вот вам и прикол. Все, они возвращаются. Зара возвращается, только она теперь Зарина. Я не удивлюсь, если это Зара. Ладно, избиете. Фигасили. Забавно. Нифига себе, сколько народа, смотрите. А что здесь происходит вообще? Они играют на этот, в джойстике. Знаешь, что? И ее, спасибо вам за это. Нижнем молодежном столе. Вот там, кстати, видела, нам открывается Зарина. Скорее, что это Зара открывается. Вот, потом брендов. О, смотри, прям танцует. Ты глядил, всех отзывал. Торпеда. Торпеда, да. Они глядели, это, матч. Они не они глядели. Там они играли. То есть, это игрушка была. За вашим ключом. Наши игры, наши победили. Что, геймеры? Геймеры, болельщики. В общем, все одновременно. Вот так вот. Кстати, очень много полицейских собралось. Вот думают, что возможно и приезжали варьетаном. Варьетаном. Вон, раз, полицейские, два, там три. Народу капец вообще. Жесть. Это народ, да? Это тебе болельщики, что ли? Молодцы, друзья, всех спасибо. Жесть. А, вот эти штуки, которыми они бьют, да? Это можно приобрести. Болельщики. Луис Туит Вон. Луи Витон, да? Короче, у нас как это, как в Китае, помнишь это? Или в Таиланде проезжаешь? Вот, тоже, смотрите, полиция. Это, видать, этих, чтобы разгонять болельщиков, мало ли, друг чё, да? У нас как в Китае получается. Теперь названия всякие разные. Вот так вот. Абибас и прочее, да? Скоро откроется. Тут вон. Луи Туит Вон, да. Так, я хотела сходить в этот магазинчик, тут несколько штук посмотреть себе что-нибудь в такой кофе, как на нынешнем. Легенько. Сейчас зайдем, наверное, в Коллинз. А вот, если что, там снизу есть еще один магазин пласты. Вот, пойдемте в Коллинз, ходим посмотрим, что здесь есть. Надеюсь, есть мои размеры. Здесь-то часто распродажи бывают. Может, что-нибудь посмотреть. Ну, да. Какая интересная моделька. Вот с таким жилеточком. Прикольно, интересно. Есть моя модель, размер, которая еще написана для Румынии. Видите? Формынии, а, для разных для Украины, а вот для России, соответственно, да. Это, я понимаю, так отдельно. Оплачивается рубашка и жилеточка. Вот рубашечка стоит 2300. Девочки, ну как делать, посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Примерно такой вариант. Продай-то Эмочка. Подойдет, мне не подойдет. Ну, кстати, прикольно, смотрите, да? Жилеточка стоит 3400. Ну, неплохо, смотрите. Такая рубашечка, смотрите. Видите, 2300 стоит. Кстати, на Васильке подобных рубашках, мне кажется, тьма темущая. Посмотрите, видите, костюмы. Вот такие вот тоже футер. Ну, это получается, как футер две нитки. А какой-то он, знаете, очень тянется. Костюмчик. Ну-ка, почем у нас это стоит? И стоит это у нас 2400. Вот это, получается, у нас, наверное, жакет только, да? Элечка. Я говорю, вот тебе, пожалуйста, Василек, да? Практически. Штанички тоже отдельно приобретаются. Вся, в Васильке они более плотные такие. Здесь более такой тонкой ткани, она, видите, она прям тянется. Прям очень сильно. Такой вариант одежды. Стиля. Костюм. Я говорю, что, ну, типа, как вы из Василька, только здесь другая ткань. Смотри, она прям тянется, видишь, сильно. На тонкой ткани. Да, она тонкая, плюс. Да, здесь, я думаю, очень много лайков. В Васильке он более, знаете, из натуральных тканей. Там, в основном, джинсы, плюс, знаете, вот этот верх на меня, конечно, моих моделей вообще нету. Ни моделей, ни размеров, к сожалению. Что это просто? А, вот, толстивая пики. Вот здесь, я думаю, будет нормально подыскать на себя что-нибудь. Здесь, здесь, ну, там снизу, наверное, по-моему. Да, там дальше может подыскать. Да, может подыскать. Ну, пойдем посмотрим. Да, цены, конечно, в Турции намного ниже. Ну, то, чтобы неплохо все представило. Ну, вот, ну, в Турции, по-моему, у нас не было проблем. Они нас поддерживают. До сих пор вон там можно снизу спуститься. Вещичек, волн. Ну, да, да. Вне есть, да? Сколько здесь всего? Вот, ведь. Какие вещички детские. Тыри, 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 тыри. Все турецкое производство. Ну, можно здесь спуститься, пойдем спустимся. Пешочком. Какого-то у нас женский, получается, отдел. Вот, эски, эмки, эльки, эксельки. Тоже, как там написано эксельки. А сколько они эксельки? Кстати, вот у меня ковчика такая, знаете, серенькая. Тоже вот я брала в этом полосевые гейки, брала в Турции. 600. Такая ковчика. Так, о, три эксель. 800 рублей. Так, три эксель это уже звучит прикольно. Ковчика. Ну, что-то она какая-то не очень большая, смотрите. 800 рублей. Такая неплохая, да? Три эксель. Хотя мне, наверное, нужно четыре. Здесь много всяких разных. Он тоже три эксель идет. Вот цены, кстати, неплохие. 800 рублей. Вот такая вот ковчика. Такая вот, смотрите. Вот этот леперт мне не нравится. Что-нибудь такое бы интересненькое бы найти. Рубашечка. Тоже лосевые гейки. Ну-ка. Так. Русский размер 48. Она, наверное, оверсайз, да? Ага. Тоже такая стоит. Удлиненный задок у нее. Перед. Ну-ка, давай, представлю. Что ты женщина. Посмотрите вообще, как смотрится. Так. А есть мой размерчик. Хотя бы. Ну-ка. Так, это у нас 52. Где мой размер-то? Походу, размеров на меня-то и нету ничего. Сейчас скалы скалы-то ничего нету. Смотрится как бы такой нормальный. Большой вроде. А так пишется вроде какой-то мелкий такой. Размер. Надо все вместе, конечно, надо. А, вот 50-й русский. Или 44-й. 50-й. А, ну-ка, 60-й. Такая прикольная. Нижненькая. Рубашечка. Так. Что у нас тут еще есть? Еще есть? Да, вот так вот я не очень люблю ходить в магазин, потому что сложно найти свой размер. Из-за этого у меня сразу прям весь энтузиазм падает. 54-й. Так. Неужели даже у ЛС Вайкикики ничего нету на меня? 2-700 вот такая вот. Прикольная, кстати. Нижненькая такой ковчика. 54-й. 54-й? Российский, да? 54-й. А так она 48. Включает на 6 размеров. То есть мне нужно искать 54-й местный. А его нету. Сегодня они ничего. Только на 54-й что еще? Вот реально я больше 54-й не видела. 52-й. И все. Вообще. В общем, в самой Турции в размерах на меня так дофига. А здесь прям смотришь и ничего нету. Обалдеть. Так. Может быть здесь вот есть 48-й. Слушайте, что выглядит она прям достаточно крупный. Кофта. Можешь попробовать померить. 54-й. Ну, она нам не будет в натяжечку. Хотя бы просто примерно понимать, какие у них размеры. Чуть нравится вот такая штучка. Ой, кстати, прикольная. Мягенькая такая. Тепленькая еще. Угу. Блин, я не знаю, у них размер почему-то моих нет вообще. Вот 54-й максималка вот все, что я нашла. А в Турции, кстати, полно вариантов. Ну, это в Турции, а ты не в Турции. Да. Вот вроде есть деньги, вроде хочешь купить, но... Да, хрен найдешь. Ну, я пойду мерить. Вот отчасти в отделе для беременных. Может, хоть здесь вот на себя найду. Платьишки. Так. Такие вот сарафанчики джинсовые. Сука, возьму. О, они смотрятся прям такие крупненькие. Или они носятся прям как оверсайзе. Пример еще есть такая большая. В общем, если он на меня это налезет, то это будет здорово. Платьишки, прикиньте. 54-й налез. В общем, так нормально. Угу. Так, правда, фасон не очень. Рукав вот такой вот. Ну, вот так. Смотрите-ка. 54-й. Я же говорю, они какие-то свободные. Либо она должна быть чем более свободная. Ну, вот. Даже сзади. Смотрите. Ого. Смотрите, как хорошо. О, супер. Да. Смотрите. 54-й. Прошу заметить. Обалдеть, да? 54-й налез. Смотрите. 54-й. Класс. Так, ну, тогда пойду себе по еще вот таких 54-х. Подобных вариантов. Гавайичка. Видите, она такая. Свободная достаточно. Я даже 52-й нашел на лес. Это подбрючки, конечно. У меня сейчас, видите, нога перетянута корсетом. Вот. Так вот. Нормально. Смотрите. Так, мои хорошие. У нас будет 4 корточки. Делала вот такие вот 4 корточки померить. Здесь вот 3. Еще вот здесь одна. Смотрите. Такая вот одна. Размер 54-й. Идет. Такая вообще по распродаже. Полторы тысячи. Такая достаточно легкая. Вот. Такая вот. На 52-я я посмотрю. Достаточно, недостаточно. Это 3-ксель идет. Дальше вот такая вот тоже. 1954. С рукавчиками. Красивый такой вырез V-образный. Дальше. Смотрите, вот такая вот 54. В общем, здесь нужно вот такой вот размер 54-й искать. На мой. На мой 60-й. 62-й. Первый вариант. Смотрите. Ну, у нее, видать, уже другой фасон. Она более, так сказать, в натяжечку у меня. Мне очень нравятся рукавчики. Прям очень классно смотрится. Я люблю такие вот рукава свободные. Вот. Смотрите. Здесь у нас вот такая завязочка. Ее можно развязать. Но, конечно, маловато смотрится. Ну-ка, сзади как-то. О, кстати, вот здесь можно смотреть. Она, конечно, на меня нализла. Ну, и все же. Вот такая вот. И это у нас первый вариант. Стоит она, по-моему, 1900. Как вы? Девочки, зацените. Ну, прикольно, кстати, смотрится. Брючки нормальные. Чтоб все подтягивало. А не вот эти вот треники. И будет хорошо. Второй вариант. Ну, сразу говорю. Еще бы пара размерчиков. И было бы замечательно. А так, конечно, маловато обтягивает. Она все-таки очень. Не, в груди, кстати, в самый раз. В груди в самый раз. Хороший такой рукавчик. Смотрите. Вот, по-длине великолепно. Но вот здесь вот в животе она должна посоветоваться настройиться, а не быть, знаете, как, в натяжку. Вот, цвет приятный. Ткань, кстати, приятная такая. Мягкая, хорошая. И стоит вообще, по-моему, 1700. Вот. Вот ее заделить по-длине. То есть попа прикрыта. Великолепно. Так, ну-ка. Посмотрим попу. Вон там. Ти-и-и-и-и-и. Она как рубашечка. Что, она касается, что ли, у меня глючит? Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Смотрите. Тан-тан-тан-тан. Та-да-та-та-та-та. Причем здесь длиннее, чем вот в другом крае. Причем здесь короче. Как-то, видите, на спине небольшая порвется. В каком вариант? Либо я похудей должна быть, либо кофточка должна быть немножко поменьше, смысла побольше. Ну так, в принципе, очень такая приятненькая. Класс. Мне нравится эта суркала. Сейчас вы знаете, вот, жара будет вот ходить, такой будет великолепный. Еще один вариант, смотрите. Вот это уже такой буллеткой свободный крой. Вот она уже более по-соботному идёт. В принципе, она ведь уже ничего не обтягивает. Здесь у меня, видите, два варианта рукава. То есть, можно вот так вот затянуть немножечко. Вот, можно вот так свободно его носить. Просто как прямой. То есть, да, варианты. Она идёт у нас на пуговках. Такой вариант, девочки. Тоже размер 54. Стоит 1900. 999, ну, 2000 группора. Народку полно. Здесь рука. Сзади. Сзади было нормально. Нет, такая пучка. Как вам? Ну, вот это прикольно. Вот опять же, курю вот эту. 48-й. На мне. 48-й. 54-й. Машин, я не сам. Машин, мой 54-й. Либо у них как-то по-другому идёт. Потому что я вообще ношу 66-2. Вот тут, вот смотрите. Не игру. Я даже не так, где-то. У меня даже 54-то есть. Ну чё, давайте попробуем вот эту 52-й. Налезть, не налезть. Мне кажется, не налезть. Ну, попытка, не пытка. Попытка, не пытка. Попытка, не пытка. Слушай, ты обалденный. Обалденный. Слушай, она вообще хорошо навесит. Игра нравится. Такая приятненькая мальчика. Ммм, смотрите-ка. Хоть и 52-й. Да, она в обтяжку, но... Она прикольная. Сам по себе. Чёрненькая. Ну, чёрная вообще, всё радует. Вот, а сзади она как? Ну-ка. До середины жопы. Идёт, да? Ну-ка, смотрите. До середины жопы. Ну, здесь нужно, конечно, красиво всё прикрывать. Иначе сзади вот тут вот цыплюшки, там туда-сюда, вот это всё. Вот. Ну, и с какими-то брюками. Полюбаться мне с такими вот шортами. Не обращать внимания, это у меня сейчас корсет на ноге. Поэтому всё, видите, подтягивает, всё затягивает. Он у меня очень плотно на ноге. Поэтому вот так всё бывает. У меня вот от сих до сих. И что, вторая нога, видите, она у меня просто полная. А здесь вот она прям так вот бугриста, как колбаска обтянута. Вот. Ну, слушай, мне вот этот кофчик прям нравится. Хороший. Блин, балаган чуть-чуть побольше, чуть-чуть. Буквально один размерчик. Хотя вот 54-ю можно было бы брать. Приятненькая такая. Хорошая. Вот, вот, стоит, кстати, недорого. Вот это 53-я. 52-я. 52-я. 52-я, российский размер. Так что смотрите. В общем, ничего я себе не нашла. Да, будем искать. Да, ну вообще 54-й более-менее. Если я здесь ещё 56-й, был бы прям класс. А так 54-й. Классная под рубашечкой. Всё, полторы тысячи всего. Кстати, у них реально вот, либо оверсайз, либо чего. Надо у них зайти на сайт посмотреть. То есть, он уже нервничал, у него уже смс-ки шлёт. Побыстрее, давай, скорее надоело. Груди пошарахайся по магазину. Посмотри себе чего-нибудь. Да, ничего не надо. Отходит, лац, лапает. А себе чего-нибудь посмотрел? Да. Чего? Вот такой вариант. Бомбер. Бомбер. Бомбер, подобная куртка есть. Бомбер. У меня такой нет. Чёртка. У тебя есть кожаная. С красивым. Хочешь, ты я гавайку возьму? Не хочешь? Не хочешь? А, и что такое? Тоже бомбер. Ну, померь. Накинь. Чё, не хочешь ничего мерить? Говорит, не буду ничего мерить. Сам говорит, хочу. Если бы ты был красивым, я бы, можете, купила. Короче, с тобой вообще нужно одной девочке, что, приходите, он мне уже смс-ком закидывает. Давай быстрее. Я там сижу, примеряю, блин. Он мне ничего не дает даже померить. Давай быстрей, скорее. В общем, ладно, девочки. Зайду, посмотрю, у них на сайте. Вот, можно будет посмотреть. И хотя бы просто понимать, есть ли мои размеры. Хотя бы там за 56-й, может быть. Мне будет прям идеально. Вот, а так вообще, приходите, смотрите, там, у них много разных вариантов. А вот. И не надо ехать в Турцию. Все, увидите, следующий. Пока-пока.